Курянин Иван Коновалов. В спорте 4 года. За плечами у парня ни одно соревнование всероссийского уровня, есть и серебряная медаль. На вершине спортсмен до последнего не уступал сопернику из Московской области, но в конце боя дожать противника все же не удалось. Соперник был хороший, но мне немножко не повезло. Будем работать. Я в первую очередь благодарен тренеру за то, что он со мной работает, за то, что он мне верит, поддерживает. Также хочу передать благодарность своим друзьям, которые меня тоже поддерживают, ну и родителям в первую очередь. Всего на татаме вышли больше 400 спортсменов, из них 160 – наши земляки. В первые дни самые юные куряне завоевали больше 20 наград. Их мастерство и организацию соревнований в целом оценили гости из других регионов. Хорошая организация и все соревнования общества. Хорошая подготовка у некоторых ребят. Вот вчера прошли бои 12-13, просто на удивление такая техника. Аж порадовали не только курские, а другие регионы. Дагестан, Тула – вот такие хорошие подготовленные ребята. Курская область в третий раз стала хозяйкой всероссийских соревнований «Вершина». Бои за победу слить четыре дня. Поединки проводились сразу на нескольких татами и завершились зрелищными и накаленными галофиналами. Так, осталось 13 секунд. Чисто на руках спортсмены выясняют. 18-15. У нас развивается на территории региона ряд неолимпийских видов спорта. Ну, пальму первенства можно смело отдавать рукопашникам. Но куряне, они по своему духу бойцы, опытные воины, как сказано еще условия полку Игоря. Куряне завоевали 66 медалей, среди них 12 высшей пробы. Спортсмены, которым в этом году удалось покорить вершину, смогут показать себя на первенстве России. Мария Колосова, Алексей Еременко. События дня.